Он да, он ретроград, он же Комсомольскую правду читает, серьезно, он через нее новости узнает. На какие СМИ он читает? Ну, серьезно. У него, знаешь, даже времени особо нет читать периодические издания. Ну, Комсомольскую правду того находит, я уверен, что для страны было бы гораздо полезнее, если бы он YouTube попролистал бы. Чего Комсомольскую правду читать? Ну, вы еще скажите, что для открытого диалога с обществом ему еще нужно свой канал завести. Я считаю, что хотя бы Twitter. Тем более, с учетом того, что это очень хорошо в тренд ложится. Нехорошо, но он неплохо начал разворачивать Лермонтова в сторону, типа, вот, ах, Порошенко-то неправильное стихотворение понял, а потом... Общество у нас, конечно, проявляет в определенной степени моменты, наверное, не совсем, местами не совсем уважительного, да, отношения к данным лицам. Но в то же время это особенность того общества, где люди более консервативны и склонны поддерживать традиционные семейные ценности. Что делает Путин? Путин заигрывает с избирателем. Он делает ему плохую, низкопробную шутку в стиле, хах, ну, типа, они это самое, вот. И кто-то с этого смеется, но... Да, никто с этого не смеется. Смеется с этого, ну, правда. Я бы не пошел с Геем в душ, я бы не стал его провоцировать. Вы знаете, я владею джидо. Между прочим, он допустил возможность, что он бы дал ему помыться. Да, но ты минимум не стал бы его притеснять. Ну, он заигрывает же. Ну, он как будто интрижку оставляет, такой, типа, и все, мы такие, пусть ли будем избираться, пусть ли будем избираться. Знаю, так, на это похоже. Ну, лично для меня. Я бы не сказал бы, чтобы это прям мана небесная, быть президентом Российской Федерации. На самом деле, это такой серьезный груз, который ложится на человека. И просто-напросто не каждый человек сможет с этим психологически справиться. И благо, на самом деле, что у нас есть такой национальный лидер, который со своей работой, я считаю, справляется весьма успешно. Что говорит оппозиция? У вас здесь вор. Сажайте его, потому что он ворует. Что говорит Путин? Ничего в ответ. Ну, на самом деле, непонятно, с кем конкретно вести диалог, потому что у оппозиции, ну, нету даже четкой политической программы относительно вопросов внутренней политики. А зачем оппозиция сейчас выполняет работу, которую должны сделать, ну, органы правоохранительные, правоохранительные органы Российской Федерации? Она находит коррупционеров и показывает их. Казалось бы, ну вот, что еще можно требовать от такой оппозиции, кроме того, что уже есть? Если мы будем говорить о текущем состоянии оппозиции в России, то просто-напросто оппозиция не предлагает никакой новой политической повестки. Она просто занимается популизмом. Это раз. Второй момент. Нету сильных политических лидеров в оппозиции. Оппозиция предлагает, как минимум, сажать коррупционеров. Это был очень миролюбивый ответ, недовольный внезапно. Путин вообще никогда не имел очень сильно жесткой позиции по Украине. Ну, потому что... Я, конечно, вожу войска, но вожу их без нашивок. Я, конечно, вожу войска и начинаю войну, но при этом экономические отношения не прерываю. Он как-то всегда пытался усидеть на двух стульях, пытаясь просто и то, и другое взять. На двух стульях пытался устоять предыдущий президент Украины, Виктор Ямакович. У него не получилось, мы понимаем. Продолжение следует...